Привет! Привет! А ну рассказывай, какая у нас сегодня погода? Ну уже солнце. Эй, камера тут! Говори! Как тебе солнце уже? Ой, какой громкий! Идём с нами. А теперь ещё раз и погромче. Вот что, сегодня утро. Ага, сегодня утро. Дальше. Погода какая? Как не знаю, но ты же сказала уже. Сегодня солнышко наконец-то, нету дождик, а дождик ночью прошёл. Мы идём в садик. Идём, опять с собой кучу изрушек набрал? Да. А ты видишь, как деревья расцветают? И листики появляются. А вон видишь справа цветочки? Да. Да. Ты что, не выспался? Тебе нравится в садик ходить? Конечно. Конечно, только по утрам иногда бывает, говорит, мне не хватит в садик. Наконец-то у нас действительно хорошая погода. Так, Тёмик в садике. Только что сходила в магазин, купила булочек, которые не сладкие. Будут у нас сегодня с утра, типа бургеры домашние. Ну, посмотрим, чего ещё с этого получится. И сейчас надо прийти домой и немножечко заняться мытью мокон и всего остального. А то как-то неприкольно на солнышко смотреть через грязное окно. Причём снаружи грязное. Как же резко всё-таки меняется погода. Я дома час, а на улице от солнца не осталось и следа. Где и нигде вот есть промельки нормального чистого неба, а так, видите, и даже дождь немного прошёлся. Какая-то непонятная штука. Ну ладно, окна-то всё равно надо помыть. Да ладно, солнышко проясняется. Я думаю, вот так гораздо лучше, чем вот так. Видите, всякие пиалы отнышки с той стороны. Тут всё прозрачное. Потом мне надо будет ещё подоконник. Вот так вот. Причём на улице, кстати, утром было гораздо теплее, чем сейчас. Это как бы не сильно часто такое бывает. Но видите, как тучки заходят. Будем надеяться, что завтра будет гораздо теплее, чем сегодня, так как я обещаю по погоде. Потому что завтра мы собрались ехать на дачу. Ну вот, кстати, я уже как сделала, видите, и пошёл дождь. Ну вот зачем он надо? Какая земля уже высыхает? Нет, ему надо пойти. Зато, смотрите, как деревья уже пораспускались. И, по крайней мере, слышно, что это уже тёплый дождь. Пахнет нереально классно. Именно свежестью, весной и уже, по крайней мере, скоро лето. Лето, пляж, палатки. Красота. Ой, он решил ещё больше пойти. Вон, смотря на машины, можно увидеть, какой дождик. Красота. Отлично. Ну, дождик вроде как бы и не ляпает. Но что-то мне подсказывают тучки, что это не надолго. Сейчас опять начнёт. Ух ты. Как это мило. А мы хотели на улицу. А я только это... Да. Кажется, дождь начинается. В смысле, опять? Ты оставьте эту зуженку в покое. Нет, тут чуть-чуть оставьте. Только всё опять же солнце было. Да. А с той стороны опять тучи идут. Это погодка классная. Ну, ничего, ничего. Зато быстрее всё позеленеет. Оно уже, смотри, как всё круто. Так, алё, давайте вечер. Ты не смирялся? Когда? Давно. Мне надо её уничтожить. Паня, молодец. Я для окна повымывала. А, видели? Пока некоторые спали. Угу. Отлично. Всё справа. Нет, вот, Серёжа. Я же показывала. Но всё равно везде по углам. Везде всё это. Как новые. А тебе придётся всё равно снять и выкинуть. Ха-ха. По три окна. До этого момента ты собираешься жить с грязными? Да. Да нет, шучу. Эжа. Так, ты смотри, так снять шутки. Они на дачу, интересно, подойдут? Подойдут по одной штучке, да? Ха-ха. Они рассоединяются? У-у-у. Вот тут я имею в виду. Нет? Вот это одно целое там, да? Да? Да. А так можно было выказать. А, болгаркой разрежем и ставим. Да. И нормально. А ты думаешь, там меньше доживут, чем здесь? Серьёзно? А, ну понятно. Ну, в общем. А кошки, которые по бокам, но они где-то, вот как раз где-то вот такие. Я понял. Ну, в общем, сейчас пьем чай, отвозим колесо. Все отмочилось. В смысле? Ты уже всё? Да. Да, там чуть-чуть осталось, я же сказала. Отвозим колесо на ремонт. Там ещё бабушка кое-что просила, надо сделать. Короче, сегодня надо всем помочь, поехать. И ещё надо скупиться еды на завтрак. Угу. Я что-таки надеюсь, что на завтра будет нормальная же погода? А-а-а. Ну, по... А-а-а. Я не туда начала сыпать. Тут уже насыпано. Вот видишь, что эту горку, она тут лишняя. Себе же, чтобы удобно свою чашку, да? А-а-а, они же одинаковые. Нет, это твоя. А, ну и ладно, нормально. А какая вообще разница, если они действительно разные? Если не одинаковые, да. Все пьём и валим. Вроде одинаковые. Ну вот куда ты вылезла вот этого? Скажи, пожалуйста. А теперь давай помогай. Ну. Говорю, давай вместе. Нет, давай. Нет, сама. Да, на себя чуть-чуть. И... Давай. А, ну, давай, качался. Давай, давай. Как поправишь? Хорошо поправил. А, давай. Пьём. Поднимаем штанг. Такая умничка. Молодец. Это мне так нравится, как за окном этот зелено все так становится. А, ну видишь, как прикольно. Да, да. Зелёные деревья, тёмное небо, вроде день и иногда солнце просвещивает. Классно смотрит. Все, чай пить. Ничего. Таня взяла зонтик, дождя нету. Всё, как всегда. Погода подлости. Погода странная. Сзади чёрная. Спереди вот такое у вас. Нормальное небо. Да, мы уже с колесом идём на стоянку. Погода сутка. Красиво, там лето. А там чё? А там? И вот там. Там, походу, даже не лето, а там ночь. Так, в итоге нам позвонила бабушка. Посмотреть, всё-таки мы сейчас посмотрим опрыскиватель. Конечно, не хочется покупать, блин, и дешёвый. Ненавижу вот это вот, знаете. Даже если, вот когда раньше, к примеру, вообще-то мы жили. Понимаете, мы тоже с Таней жили, блин, и на хлеб и деньги нашкряпывали. Чтоб только было, да. Просто там были у нас на основном комментарии, типа, так хорошо. Ну, пацанчик, походу, просто смешно попытался как-то это написать. Типа, хорошо так жить. Кушать колбаску домашнюю, а тут давишься АТБшными пластиковыми сосисками. Не, ну всё равно, всё, молодцы. Да, да, да. Молодцы, спасибо, конечно. Мы тоже так сели. Не думайте, что мы как-то так... Колечко колбасы за 19 гривен было настолько вкусным. Да. Поэтому, как бы, всё узнаем, всё понимаем. Мы стараемся. Не сидите, и вы на месте. И поэтому мы, как бы, знаете, поговорку? Мы не так богатые, чтобы покупать дешёвые вещи. Вот так вот, абсолютно верно. Да, и просто вот сейчас посмотреть, опрыскивать. И, например, если там какой-то дешёвый за 200-300 гривен, такой на 2-3 раза опрыскивать его, то есть смысл есть покупать его или добавить ещё 200-300 гривен и купить более-менее нормальный. Вот это вот задача. Знаешь, я у бабушки спросила, она как бы... Она сама хотела его купить, и говорит, ну, это на дачу. Говорю, ты будешь и в село его брать? Она говорит, нет, в село хотят купить. Там, по-моему, 1200 не видели на аккумуляторах. А, я понял, понял. Да. С насосом. Вот что-то такое они хотят в село купить. А этот как бы, чтобы остался на даче. Ой, или сейчас завезём, наверное, да? Ну, давай, давай сейчас. Здесь станем? Давай, давай. Становлюсь здесь и отнесём. Ну, короче, мы сейчас тоже отнесём сейчас сразу колесо от велика, чтобы его посмотрели. И поедем, будем выбирать какие-то опрыскиватели. Если будет как бы разница незначительная от дешёвого какого-то на получше, ну, почему бы и нет? Почему бы и нет, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, сейчас понаре. И там просто... Много. Много. Матиму, всё. Много. Пошли колесо, давай. Сейчас, вставай. Красиво, радуйся. Ой, такое тяжёлое. Тихо там. Я еле несу. Давай я понесу. И колесо, и тебя. А что, я могу. Там не дует, надеюсь. Абер. Да не должно, ветра практически нету. Всё, колесо отдали. Всё, да. Сказали, сейчас посмотрят и позвонят. Я думаю, за пару часов это сейчас всё исправят. Какие пару часов за пять минут доставят? С тем, чтобы попить чай. Солочка, солочка. Греемся, загораем. Ой, а что на меня капает? О, дождь начинает. Смотрите. И солнце, и дождь, капает. Да, солнце, и дождь капает. Вот. Что ж такое? Видно. Хекарная погода вообще. Радуга, где радуга? А ты заметил, как тепло. Да, хорошо. Тепло-тепло на улице вообще. Где радуга? Поехали. Так это что, получается, мы сейчас в дождь будем езжать? Ну, походу, да. Но если присмотреться с неба, вот видно, как такие эти. Вот, лучше всего видно. Да-да-да, и чётко видно. Да. Сейчас будет ливень здесь. Трихольно. Вот, даже сигналит. Нет, смотри. Ну, знаешь, где? В Америке именно есть эти самые, но у некоторых... А, санатка. В некоторых странах есть отдельные дорожки, дороги именно для таких служб. Для полиции, скорой, для всего. Везде, хорошо, где нас нету. Алло, выключай. Всё как по часам. Мы въехали в дождь. Ну да, в тот, который было видно. Да. Как раз под этой тучей мы. Кто предсказатель? Я. Чудная погода. Так. Моток. Вот куда скорая летела. Смотрите, как быстро телепаются дворники. Хороший пошёл, да? Да только что именно небольшую стеночку проехали. Такая. Чуть сразу. Да, мотоциклист походу, да. Вилли думает, что вода... Да, ну только что полиция стояла, осматривала рядом машину. Так. Вот выбор. Аккумулятор на 1200. Ну вот это ж такое они хотят на всего. Ну там понятно, в этом такое огородище, что там надо по-любому. Помнишь, мы когда-то тоже искали в интернете, осмотрели? Да, да, да. А нам бы, я не знаю, что-то за такую вот кнопку получается. Ну да. Руку и так вот качаешь. Давай. Держи. О, всё, скотч тут. Что? Что? Говорю, вот здесь вот скотч. А, вот здесь, да? А, молодец. Да, вот здесь. Где? Не знаю, был здесь. Что, всё, анима? Анима. Ну давай хоть плёнка его это. Да, да. Как-нибудь. Так, подвинь его ближе и прям начинай его это. Да, да, да. Как сказать? Так? Да, так. Хоть как-нибудь. Вот этим. Вот этим? Да. Пилка? Ну, хотя бы не вывалится. Ага. Бесплатная. Распаковывать потом будешь сам. Ну, так это же интересно будет. Распаковку сделали. Та-дам. Тебе же там нравится? Там не нравится. А где машина? Там. Пошли. Круто, да? Проискователь купили. Грубо говоря, практически готов уже. Да, и ещё самое классное, что у нас же бонусные ещё там были. Да, это одно из самого приятного. Так, теперь еды ещё. Ещё дешевле получилось. Еды ещё надо купить. Холодной будешь. Вот ты будешь, а я не буду. Хорошо. Потому что я куплю тебе. А не тишу, мы по дороге едем всё нормально? Да. Нет. Всё хорошо. Вот, и солнышко тебе подсвечивает, чтобы ты увидел лужи. Так, дедим. Нормально положил, да? Жук. Солнышко. И тучки. Идём. И покупать шашлык на завтра. Нет, не шашлык. Мясо просто кусочек надо, да? Да. Ты меня преследуешь. Я хочу тебя в корзину одеть. Ёп. Никто у вас не сомневался. Почему бы не везет? Конечно. Нагребай. Молодец. Довольно. Иди взвешивай. А, пошли какая там, 22 к нам. Ой, нам сегодня на скидки везёт. Три и перчик по 100. Так только надо помидорки подбирать, а то видишь, они уже чуть-чуть начали. Бери, как тот раз, много не нагребай. Там 3-4 помидора и хватит, да, на салат? Чтобы именно было отдельно. Да, да. Ну и 1-2, да? Или 1 большой? Да. 2, 2 и 2. Тёма, может и так погрызть? Так, 64. Огурцы на... 17,50. На 17,50. Чего-то тут не влазит ничего. Вот так. Следующий. 49. Помидоры на... Сколько? 5 помидоров на 30 гривен? 4. Отлично. И маленький перчик. Для разнообразия в салатик. И перчик на... 20. На 20 гривен один. Чего ума сойти? Прошли дальше. Пришли за одной луковицей. Отлично. Ну, именно, чтобы с собой просто не брать дома, на зажарку было. А ну... Ой, а какой там номер? Не знаю. Я увидела. Рубль 57. Гривна 57. Отлично. Разве поцелу. Мясо. Заныкали пакеты от тебя. Да это новый рулон, походу, просто. Так, взяли ещё мясо килограммчик. Я думаю, нам хватит. Наверное, много, да? Я так понимаю, нет. Я думаю, мы всё надо готовить, а просто заберём домой потом. Что мы дома не покушаем вкуснотищи? На костре, что оно будет такое вкусное всё. Опа. Круто. И кофе. Да. На дачу готовы? Да. Готовы? На 727 гривен на дачу. Ну ладно, что сделаешь? Где я сырок? Доставай. Нема. Пить кофе. А сколько времени кто-то хоть скажет мне? Я не знаю, посмотри. Ой. Сколько? 3.20. А, да у нас ещё хватает. Практически всё вовремя. Я даже открою. Ой, да ладно тебе. Нет. Если завтра будет вот так вот гореть солнышко, как греет сейчас. Ага. А сегодня сколько? 16? Да. А завтра 19. И пишет солнышко. Ой. Смотри, как оно вышло. Ты чувствуешь, как тепло? Греет хорошо. А если завтра будет... На, это тебе. Ну, если это я тебе отдал, то хорошо. По жопе. Да. А завтра будет солнышко, по крайней мере, полдня точно. На дисках. О, просовчик. Ага. Эта, полдня солнца будет точно, а будет заходить-выходить. Будет классно. И спойлер у него есть. Вообще. Всё, ладно, едем. Едем узнать, привезли. А то бабушка сегодня нам позвонила. И говорит, а заедьте, пожалуйста, узнать. А ушки там ещё есть? Мне на работе скучно. Говорит, я погрызу ушки. Окей, сейчас заедем. Ты чё, я решила не ехать с нами? Да. Видел, пара прошла только, что... Мы же еще и на женщины. Да. Шли, смотри. Ты видел, что они шли, смотрели, смотрели на номера. Я прохожу, так этот самый такой... Калапин. Есть такой. Всё, ладно, едем. Поехали. Москвич, прикольно. Ты смотри, какие видео? Взрослые люди какие там были. То есть там немалолетки за рулем. Ты видела на мухобойке написано, москвич, мне это нравится. Фрикольный. Будешь, яйка. Это что, специально под этот? Да. Под Пасху? Да. Прикольно. Кстати, мы когда Пасхи делать будем? Скоро. Скоро это когда? Как только так сразу? Наверное, после дачи. Да. Ну, кстати, да, возможно, можно и так. Там, кстати, опять же, на следующий день после дачи опять будут дожди. Вот, как раз мы будем дома делать Пасхи. В основном, что надо поехать на дачу, потому что все-таки отраву мы купили. И надо уничтожить эту траву. Потому что все-таки перекоп она после дождей, отравка начнет хорошо расти. А тут мы ее на тебе. И одного солнечного дня хватит, чтобы оно пропиталось. Да. Там даже говорили, что даже будет хорошо, если мы попшикаем, и в следующий день пойдет дождь. Ой, так надо. Типа пропитается туда. Да. До сих пор разбираются. Мотик подняли. Ну, понятно, кто до кого-то подрезал. Так, заехали, заправились. 37 литров впихнули. Добро пожаловать в гости. Ага, спасибо. Видел эту тетку? Вот эту тут. Ну, 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 что? Счастливо. Это я самая. Зашла вовнутрь, без маски, вся такая из себя, берите мою карту, там это. Девушка говорит, оденьте, пожалуйста, маску. Моя маска в машине. Я говорю, я не имею права трогать вашу карту. Положила карту, ушла. Вот пошла назад. Это стоит девушка и говорит, да, говорит, сложно с такими людьми работать. Да, ну, номера говорят сами за себя. Ай, капец. За маской пришла? Походу, да. Так, все, домой, говорю, до Темика, за Темиком. О, так это хорошо. Смотрите, как круто. Пробег там без пяти километров, 370. Он даже, чтобы не врать. Вон, 370. И 37 залили. Один к одному. Да, 3702 залили. Неплохо. Мне это нравится. Видишь, уже вот четко, как только потеплело, сразу сбрасывается расходик чуть-чуть. Ну, смотри, сейчас мы печкой не пользуемся, ни печкой, ни кондиционером, ничего нет. Резина, как ты ездишь. Да, ой, надо ее опустить. Чего, поднялась. Оно, еще раз. Моя центральная, эта пшикалка, их три пшика, это одна центральная, а она даже на крышу пшикает. Еще раз пшикни. Чего она убежать решила? Я не знаю, только что же мы ехали. Нормально было. Вроде нормально было. Скорее, все, мужа мусоринка какая-то. Знаешь, как в форсуночке. Сейчас поправим. Ну, почему бы нет. Все как всегда. Единственное, радует то, что только что что-то объявляли, значит пассажирский. Пассажирский, нет. Ой. Это не пассажирский. Рузовой. Вот. Что она говорит? Я не знаю, что она говорит. Да, 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 по сигналь. Постоим, подождем. О, какой здоровенный, да? Это же баржа. О, вторая такая, да? Их две. Две рядом, да? Вот это же на мост. Я надеюсь все-таки, что это на мост возят все время. Он же их, получается, толкает. И потолкает сейчас в сторону. Ну, да. Может же будет вот там вот. Прикольно. Все, мы сполоснули даже машинку. И знаете, что мы только что сделали? Были комментарии, были вопросы. Очень много вопросов по поводу нашей резины летней. Поэтому мы просто взяли, записали видеоотзыв. Правильно? Видеоответ. Да, да, да. Вот. И это все будет на, наверное, уже есть на основном канале. Да. И последний именно комментарий нас вот прямо покорил. Это кто написал там? Есть? Не помнишь? Ну, глянь, пожалуйста. Сейчас. Я даже скрин сделала. Да? А ну. Как зовут? Так. Максим Пушкин. Во, во-первых, тебе привет. А второй человек просто написал, что посмотрел наше видео с резиной. Про, ну, про резину. И завис на наш канал. Значит, мы все сделали правильно, да? Спасибо большое. Айкосик. Да, вот так что благодаря вам мы забесали видосик. Да потому что мне в инстаграме много просто, много людей писали. И в ютубе, и на основном канале, и на лайв-канале. Ну, хоть-то стоянка наша. Как я ее обожаю. А вот это вот просто на стоянке чуть-чуть. Да? Ну, да, да. За пять часов нельзя было втулочку. Это просто нам могут поменять. Это пять минут. Ну, ладно. Так, а что? Я не могу понять. Ну, откуда знаешь, потом спросишь. Понятно. Я же тебе ничего не скажу. Мы идем домой делать гамбургеров. Ну. А что с них? А? А что с них? Кого с них? Я хочу со хлебом, со свежим. Ну, хорошо. А морей тоже будет отдельно. Хорошо. У нас там есть это, икорка? Нет, я хочу с бужениной. Да ты посмотри какой. И мы тут красную икру предлагаем, а он бужениной. Нет, я не хочу. Хочу с бужениной. Ну, хорошо. Привет. Ты забыла еще один пакет. Ладно, давай сразу маленький. Так. О, божечки. А, это, это наши вкусняшки. Нам, да сколько мы всего купили, а? Как вам, как? Кусочек мяска. Вяленое мясо свинина. Ладно, а это вяленое мясо свинины? Попробуй, чисто взяли. Нет, оно... Это на пробу. Нет, оно тоже. А вот это вот? Ну, короче, да. Вот это вообще дубовое. Джерки. Это джерки. Куриные. Это тоже к чаю. И, как они называются? Соломка, вяленые свинины. И утка. И утка. Тоже очень вкусная штука. А вот это вот вкусняшки. О, лови назад. Так быть проще. Это на вечер все. Да. Вот сюда. Ой, слушай, как на улице позеленело. Ага. С улицей вроде видно, а с окна лучше видно. Можно даже сравнить с утром. Было меньше. Идеально, как я говорю, было меньше. Да. Дождь и солнце. День чудесный. Так, это бумажки. Так. Стаканы. Раз. Это мы на дачу. Стаканчики. На 340 миллилитров для чая. Да. Наверное, это будет лично мне. Ну да. Или тебе. Или нам. И стаканы на 175 миллилитров. И вот таких вот стаканчиков. Пускай будут. Это тоже на дачу. Пластилин. Садик. Садик. И это будет тоже аккуратно поставить. Поставил. О, еще купил баллон газа. Был по скидке. Кстати, баллон газа 30 деревьев. Это Тёмик. Они по 60 обычно, а было за 30. Газ сюда. Это Тёмик был. Какие-то новые Joy Kiss. Да, Joy Kiss. Какие-то карточки. Как? Ладно, не буду говорить, как идти. Сырок решили взять, попробовать какую-то? Я надеюсь, мы выжим. Если честно. Дальше. Так. Кола. Это на дачу. Тоже на дачу. Туда её. Клеё. Взяли вот такую вот клеёночку. Ну, она тоже такая простенькая. Это, чтобы не жарко. Не жарко. Не жалко было. Тоже на дачу. Ну, 25 гривен она. Две досочки и ножик. Она 100. Вот этот наборчик 100 гривен. Было сливой. 150 вообще-то. Чё, серьёзно? Да, 159. А взяли моего за 59. За 49. А, это 49. Да, в общем, минус 100 гривен. Нож и две досочки. Это будет чисто на дачу тоже. Вот так вот даже делать. Вот это на дачу. Вот эти. Сырники. А, вот это мне. Мне полотенца будет. Бумажное полотенце. Вспоминала, как рушник будет на русском. Ну, ты дай его хорошо. Это мне на пух. А это на дачу. А вот это на дачу. Чем десерли, тем лучше. Это попробовать в какой-то в зале сырный десерт. Персик маракуйя. Думаю, будет рушник. Это дома. Помидоры. На дачу. Ну, помидоры мы уже говорили. 32 гривны за 800 грамм. Два печенька. Тоже на дачу. Да. Хлеб. И дома, и на дачу. На сейчас. Дома нет хлеба. Цибулиночка на дачу. Одна цибулиночка у нас на рубль 57, 300 грамм. Я сапогнула. Два ручика на 17,51. Почти тоже 400 грамм. Перчик на 20 гривен 78 копеек. 200 грамм, кстати, ровно. 200 грамм, да. Тоже на дачу на салат. Это домой просто, да? Да. Кешу. Шашлыков завтра не будет на даче. Колбасятину взяли какую-то. Какая-то колбаска. Колбаска. Чем тверже, тем лучше. Но мы такую просто любим, поэтому мы в зале попробуем такую. Так. Так. Дальше. А, апельсины. Два апельсина на 920 грамм на 64,32. Ну да, он там почти 700 гривен килограмм. А хочется апельсинку. Мясо. Мясо. С собой туда тоже. На дачу. Что там пока зарисовано? Это у нас свиная лопатка. Кило 112 на 119,98. Должна быть тушеная картошечка вкусная. Понимаешь, вроде чуть-чуть отрезали, а оказалось на килограмм. И креветки, что она особенно гребла. Креветки толстые. По скидкам было на 150 гривен. То есть, да, килограмм почти 200. 172, да. А за килограмм 129 гривен. А вообще, ну, 173. Поэтому пока скидон есть, я думаю, тоже неплохо. Вот, пакетик завтра пригодится на дачу. Ну да. Кстати. Да. Потом, что сюда и картошка еще пойдет. Да, ложи это сюда. А сейчас... Положила. Это чем? А. Положила. А что это такое? Цель. Какой? Сулууни. А что он поделает? Ждал своего времени к этому, но этого сейчас не будет. Понятно. Хотя, что кто-то захотел свежего хлебушка с бутербродом. Свет. Там еще кружки с самого утра стоят. То так задумано. Ты делаешь бутерброд. А ты кружки маешь? Нет. Значит, я нет. Делай прям в них. Пускай так и стоят. Берем чистые. И выкидываем чистые. Так. Тянет есть. Что еще? Где бутерброд? Буженина. Что ты не принес бутерброд? Иди. Неси. Не стесняйся. Я бегу. С древым сыром. Ммм. Ты что? Как? Мыши прогревают, да? Какой кошмар. Это Даша. Это Даша? Это Даша. Пока молодая, надо кушать. Вот-вот. Потому что потом это будет... Дорого. Или придется покупать самому. Да, тут пока кормят, надо кушать. Правильно, правильно все наделай. Пользуйтесь возможностью. Хороший человек растет. Конечно. Возможностью всегда надо пользоваться. Не знаю, поедет она завтра с нами на дачу или не поедет. Но там школа. Дистанционное обучение и все дела. Ну, если что, может быть интернет дома не работать. Правильно? Или я не зря говорю здесь так? Зоя. Чего? Ну вот, зачем ты все секреты рассекречиваешь? Ага. Положь на место. Быстро. Мам, могу, да. Так ты же его и не будешь есть. А ты можешь пойти включить, что мы будем смотреть, пока будем кушать чай с бутербродом. Кушать чай и пить бутерброд. Приходится заносить кого-то на кухню, но убежала, но чай не хочу делать. Давай слазь. Грустенько. Давай, вылезь. Ну. Нет, я тебя еще не намучила. Я тебя принес. Давай. Чай делай. Ау. Ой, я с тобой на лапку. В смысле? Вот так. Какую за лапку там зайцы. Ну. На зайца давай я на него. На ступлю. Я же была мало, я не понял. Один второй баллончик, который, по-моему, в гараже в этом. Ну, так и вот туда развиваешься. Ну, наверное, я тут сила. Вот, шпать, включила это. Выключи теперь, давай. А, я еще не... Я еще запустила стиралку. Я ее видела. Мангаль. А, да, с этой штукой в мангале, да. А, пустые в другой баллончик я уже видела? О, тут у тебя в этой. Че, серьезно? Да. Все, ну, покажешь, ладно. Так, может, сейчас пойди, посмотрим. А где, показывай. Вот так всегда. Покажи, расскажи вот здесь. Ну, ладно, я думал, у нас нету. А я тебе что говорила в магазине? А мы покупали, да. Ну, так а что, это плохо у нас. А ты сказал, он пустой. Ну, как хочешь. Будешь сама виновата бежать в магазин. Ну, правильно, я же ушел, а ты вернулась, взяла. Так, что это ты купил? Потому что потом не захотелось мне на всякий случай. Думаю, ну, мало ли, может, я действительно ошиблась. Не, ну, вот это для нас, это прям хорошая штука. А за 30 гривен, если он 60 стоит, пускай стоит вот здесь вот, для красоты. Ну, убери его отсюда. Ну, ладно, хорошо, уговарила. Един и второй. Дай, делай бутербродик. Дай, делай бутербродик. И пришел. Мы готовы кушать. Все простелено, все мягенькое. Приятного аппетита. Чтобы не царапался стол. Потому что потом это не исправишь. Когда будет зачуханный, поцарапанный. Все верно? Все хорошо, тут все отлично, все правильно. Давай, ты включаешь видео смотреть? Да. Я уже готова. Э, здесь меня слышно? Мы решили поубирать. А сейчас надо пылесосит и покажем, где мы решили поубирать. Да, мне стало интересно, многие или так делают? О! А может, не надо показывать? Не, я показывать не собираюсь. Ну, я покажу, как мы это будем делать. А что будет там, показывать не собираюсь. Я не говорю никому. Представляю, сколько там может быть того, о чем ты думаешь. О чем думаю я. Ну, у нас благодаря Тюбику. Я не знаю, как у кого. Ну, не забыть. Не, просто интересно, то, что мы сейчас сделаем, многие или такое делают. И как часто. А тут и это. Продолжение следует. И оп. Ну, че? Дерзай. О, смотри, какие находки были. Поехали. Нормально? Все видно? Смотри, какие находки. Ёлка? Да. Вот так нормально? Так хорошо? Да, нормально. Все хорошо? И... Может, с одной стороны только? И достаем вот это. Я начинаю разбираться с твой. Так, давай. Так, я сейчас с кому-то куда-то. А, смысл с одной стороны? Давай, отодвигай. Так, а что с одной стороны? Ковер сразу, наверное, задерить? А мы его, по-моему, не задираем. Давай, убирай. О, Тюмин этот. Задираем ковер. Вот так, чуть-чуть. О, ну дай, Поль, не сос... О, Тюма тут хорошо начудил. Понятно. Тут не только там. Тут везде. Говорю, помоги, а он стал ставить. Это, с одной стороны, надо держать. Да, и под ковром чуть-чуть мусора. Все? Чисто так? Вырубайте. Чисто так. Так, тихо, вот рекламы делать. Нет, додвигаем это слегка, додвигаем это слегка. Ну и начинаем делать вот так. Ой. Ой. Че там, Пат? А-а-а. Э-э-эм. Нет, нет, не тяни, не тяни. Я уже увидел, что там творится. Че-то меня не радует. А-а-а, Тюма-тюма. Я понял, отдыхать надо намного дальше. Вот так вот где-то. Прикольно. А-а-а. Я еще тут что-то увидела. Где? Желательно вообще середину выдвинуть. Серьезно? Что там? Че людям лучше не знать? А-а-а. А это я только с краешку дай. А, елка? Да. Да, его надо еще задирать этот. Слегка еще на чуть-чуть хотя бы. Вот так, и заворачивай. Ой, тут надо будет сразу тоже пропылесосить. Мы не надоптали потом. Сейчас. Да давай, я задвигаю, потом когда мне назад и пропылесосим. Ну, вот так вот примерно, да? Ё! Ну, давай. Вот красотища какая-то, а! Не, показывать этого не надо. А, дай мне, пожалуйста, шлепки. Там надо обувать шлепанцы. Ну, там понятно, что оно пыльно, но лучше там не смотреть. Тут, короче, все о чем-то у Мэй Хаус. Игрушки, пылюка. Ну, в общем, вот там вот грязненькое надо убирать. И елки. И елка. Очень много елки. Вот, смотрите, столько я его чуть-чуть достала. Ёлка. Круто. Ну, все, ладно, убираем. Да! О, пылесос поломал. Ты что ломаешь? Что она палочка лежит? Живой. Тебе какая? Ты что ее не выкинул? Что она на полу делает? Так, давай, наверное, веник-собок сначала. Все сгребти лишнее в кучку. И тапочки. Тапочки, да. И что? Пропылесосить, а потом вытереть пол. Ну, да. Ну, все. Так лучше. Гораздо лучше. Чистота. Только надо будет еще спинку вытереть. Да. Спинку мне. Тогда мне будет массажировать. Да? Да. Хорошо. Так, что еще? Ты возьми, пожалуйста, пылесос или топор. Пылесос. А, да. Там еще и ковер надо. Надо будет ковер пойти, повытрушивать и отдать на стирку. Да. Так что нам еще предстоит еще и это сделать. Снять ковер, пойти его выбить и отдать на стирку. И нам его постирать. Он будет как новенький. Там надо будет дождаться чуть-чуть тепла, потому что отопления сейчас нету, чем они будут сушить. Ну, попозже, да. Абсолютно верно. Ну, хотя я все равно его пошел бы вытрусил, хотя бы. А, нет, не всегда. Поставь. Оп. Поставь. А теперь это надо как-то задвигать назад. Давай вдвоем толкать. Я готов. Что? Что? Куда поставить? Ой, колонка сейчас свалится. Ну, ладно. Давай, колонку сразу поправь. А теперь тут надо... Давай дальше двигать. Так, а куда же дальше? Давай, я даму. Давай тут, наверное, пропылесосить сначала. Да. Бери. Или давай, я вот так. Боже, не голод. А то и дам. Я что- Tarmac поС,ара, чтобы... Даму. Раз. Ты got rockел? Так. Даму. Так. Должно всё получиться нормально, верно? А теперь давай слазь с коврика, чуть-чуть вот так вот сюда, и его надо ковер поправить именно, чтобы они на себя. Чуть падает нормально, по центру его надо больше вытянуть, центральную часть как-то, чуть-чуть за центрик потяни капельку, или ещё даже, ну ладно. Нет, всё, это должно быть немного. Так, где у нас диван? Давай его просто сразу в стенке, а потом если что в сторону. Ну ты куда, стой, 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 подожди. Ну сейчас я говорю, иди. Ну давай, стой, ну давай чуть-чуть ещё. Вот так вот. А теперь давай заталкивать до конца. Всё? Ага. Пойдёт? Теперь мы тоже опять пылили. О, смотрите. Ёлка у нас в этом году, конечно, сыпалась как не знаю кто. Где только возможно была эта ёлочка. Я думала в прошлом году она была это, а в этом году так вообще кошмар. Так, порисусим дальше. Отлично. Теперь будет чистота и красота. Слава Богу, у меня не шпалюки будут там. Ну да, это самоважно. Эта ёлка уже не будет мулять, что она там где-то есть. Теперь её нету. Так её реально там походу уже ни одного кусочка не осталось. Ну да, только осталось чуть приподнять и засунуть до конца ковер. Так, подожди. Эта дома. Эти две берём, да? Сюда поместились только помидор. Ну и нормально. Закрывать. Не остаться. Никуда она не поделится, да? Ну мы так подумали, наверное, всё-таки вместим маленький пакетик, потому что зачем нам брать большой. Ну мы думаем, что всё поместится, а дальше посмотрим. Поместится. Смотри, перец. Там ещё мясо, картошка. Печенька. О, кстати, так давай сюда картошку. Идём отложим картошку. Печеньку я пока выну. Если что, нам два маленьких, чем гигантских вот один тяга. Хорошо. Правильно? Да. Можешь сразу сюда вот это положить. Что? Чтоб весь пакет не был пронебрежённым. Картошку в другой уже положим. Эти. Ну давай тогда всё-таки разминем два пакета. Нет, тогда вот это в картошке. Смотри. Вот так, вот так. Вот это можно сюда положить. А вот это, вот это. Эмм, подожди, досочку сюда не надо. Ну туда всё. Всё, вот это вот. И сюда надо добавить морковь. Эту ты что? Эта нет. Эта нет. Да, да. А это что в холодильнике? Не знаю. Забирай это в холодильник, неси. Морковка здесь? Нет. Морковка? Там? В холодильнике. Нам надо картошку и морковку и всё. Так, укроп, майонез для салатика и чуть-чуть. Пару морковинок. Игрыш хватит, надеюсь? Куда тебе? А, да. Морковь. Ой, наверное она упала на пол. Ой, по-моему надо тебе его поднять. Ты понимаешь. А ещё можно достать эту. Кого? Вот эту. Ага. Да. Вот это? Да, и пакетик как раз маленький ещё. Хорошо, доставай. Молодец, сын. Я. Картошки, хватит нам, как вы думаете? Тут надо на дверь. А можно было бы ещё добавить и действительно ставить и когда-то там на будущее не возить с собой. Морковь. Посмотри. Так, это сюда. О-о-о-о. Морковка в стаканчики. Смотри, влезло. Укропчик туда и майонезик туда. Вот. Смотри, какая красота. Упаковали. Да. Прям вот идеально всё. Да? Да, вот так, да, да, да. Просто пускай стоит вот так и всё. Смотрите, какая прелесть. Это упаковали. Или всё-таки сунем идёте два пакетика в большой один? Не, Саня. В две руки завтра возьмём и понесём. Алийку. Нам осталось когда налить алийку. Нам нужно... А, это тоже надо взять. Потому что Артёма начнёт нервничать. Я ему пообещала. Чтоб с собой взять? Да. Давай сразу сейчас поставим кастрюльку. Таня захотелось приветок. Давай, вари. Я не могу, чтобы они долго у меня были. Ай, вари. И надо всё-таки, я говорю, найти для Алики небольшую баночку. Или внебаночку, бутылочку. Или я сейчас бутылочку найду, или баночку. У меня есть ещё закручивающаяся баночка тоже хорошая. Давай. Итак, бутылочка с под соуса. Идеально будет, да? Да. Она не пропускает? А, нет. Нет, нет. Она хорошо держит. Так, туда надо чуть-чуть. Пойдёт? Конечно. Сейчас ты её чуть-чуть осполоснёшь ещё. Да-да-да. Мне надо будет сейчас помыть то, что Тёмикова там. Тёма обожает складировать в комнате эту посуду. Просто обожает. Кого? Не знаешь? Не знаю. Я в комнате посуду не складирую. На кухне тоже. Я тоже. Ну, кроме вот этого. Пока оно не высохнет. Так, всё. Давай, домывай. Кревитосы. Олею наливаем. Кревитосы жарим. Варим. Высушил. Его, увы, и воду оттуда вытеснил. Здесь так скользко. Ну, ничего страшного. Вот. Видишь, отличная реально бутылочка. Она и удобная, и хорошо закрывается. Топ. Ну. Это что значит? Я не знаю. Понял? Ха-ха. Это, знаете, не очень хорошее это, да? Вот, а ты теперь переверни и посмотри. Я не буду её проверять. Я вот так её поставлю, чтобы она здесь стояла. Подожди, вот сюда вот можно поставить. А. Ну, давай. А теперь не быть ещё раз. Ха-ха-ха. Крышка была действительно чистая. Так. Теперь их мне очередь скупаться. Там с икоркой. А давай они вареные, просто давай чуть-чуть их там разогреть. Ну, я ж не знаю. Давай чуть-чуть. Да. О. О. Вот так килограммчик сейчас на троих. Ну, как троих. Тема кушает, но прям немного количества. Ну, да, он чуть-чуть. Целое это получилось. Вот так отлично. Сейчас они просто закипят. 30 секунд и выключаю всё и доставать. Да? Всё? Так, мы казан взяли. Еду всё взяли. То, что там сегодня купили на дачу взяли. Всё? Ну, нас завтра с утра положим. Ну, такое всё. Да. Потом воду наберём халячую завтра с утра. Ну, ещё и воды с собой надо побольше взять. Потому что... И руки мыть не мачим, и прыскать не мачим. Угу. Кстати, там есть дренаж. Если что, там где именно качать воду. Угу. Именно питьевая хорошая. Только это надо будет проехаться. Можно и так. Угу. 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 Единственное, что плохо, мы на машине опять не заедем нормально никуда там. А завтра тепло, возможно начнут умать. Ну, посмотрим. Отъедьте проедем. Нет, подожди, подожди. Это считается другая область. А та область, у них карантина нет. Да? Да. Это у нас в области есть карантин. А там нет. Понятно. Поэтому люди, скорее всего, будут на работах. И никто туда не приедет. Ну, понятненько. Ну, тогда ладно. Всё, наверное, всё. Спать. Кушать, спать. Придыхать. Да. Кушать, спать. Может быть купаться. Нет. Точно купаться. Всё. Любим, целуем. Всем до завтра. Всё. Пока. До завтра.